Два часа уложиться, чтобы что-то рассказать, тем более тема заявлена такая, конструирование фотографического образа, и подумал, что все-таки, так как я занимаюсь сам этой практикой, наверное, будет проще сделать мастер-класс. То есть я вам покажу какие-то свои работы, большей частью это инсталляция, и расскажу, в чем там, собственно, дело. И причем тут моя мысль, основополагающая о том, что фотография есть как прикладное значение, но как бы историческое, архивное, это мы знаем, прекрасно документальное, поэтому она легко поддается такому складированию в коробочке и раскапыванию потом через много лет, и изучению историками и учеными. То есть это документ. И как бы всегда у нас есть иллюзия, что фотография – это некое такое творческое самовыражение, высказывание. Поэтому фотографы всегда, ну как бы, как это есть такое слово, фотохудожники, я даже не знаю, его никто не употребляет, правда, давно. Фотографы как бы находятся между вот этой парадигмами фиксации, что мне ближе, как вы, наверное, сегодня поймете, и как бы занятием, таким как бы высказыванием, что обычно плохо удается, потому что в современном искусстве такие вещи, как вдохновение, красота, талант, например, они как-то не употребляются и довольно-таки сильно устарели. Современное искусство с этим борется. Но у фотографии, в отличие от того искусства, которое борется с таким понятием, как красота и вдохновение, с талантом, есть такое качество, качество атовизма. То есть фотограф всегда немножко так исторически получилось. Я даже не знаю, несмотря на воздействие авангарда на фотографическую систему, систему всегда, это все равно происходит. Я даже понимаю, почему. У фотографий есть некоторое отставание. Ну, может быть, потому что это доступная технология. Может быть, потому что это в каком-то смысле социально близкая технология. Но вы, наверное, заметили, что очень много фотокружков, очень много фотообъединений, очень много хобби, фотографий, где как раз-то люди ищут с помощью дешевой, относительно дешевой, доступной, на самом деле, по сравнению с другими технологиями, это очень доступно в такой области технического искусства, ищут себе такого отдохновения, душевного спасения, тех самых поисков красоты и чего-то такого, что просто даже в понятиях не существует на поле современного искусства. Понимаете, да? Это как бы длится, несмотря на то, что мы сменили уже много разных эпох в отношении ях с изображением, в отношениях с медиумами, и, в общем-то, по большей части современное искусство, ну, по крайней мере, то, чем я занимаюсь, оно занимается скорее исследованием своего языка. Ну, как бы, это как бы говорить на языке с языком о его языке, на русском языке, а с русским языком о русском языке. Понимаете? То есть такая немного самозамкнутая, и, в общем, в каком смысле даже тупиковая конструкция, и эти занятия, они, конечно, хороши, они интересны, но немножко, немножко все это действительно самозамыкается на внутренние исследования, на исследования собственного медиума, и на какие-то приложения этих исследований к общему полю современной визуальности. То есть у фотографии получается в этом смысле либо такая строго научная функция исследования языка, исследования медиума, это интересно, потому что у фотографии очень много, как бы она устарела в каком-то смысле, ну, уже почти 200 лет, да, ну, там 190, сколько там, да, почти уже 200 лет, и это все длится, и эти процессы, повлиявшие на авангар, повлиявшие на науку, повлиявшие на наши отношения с реальностью, то есть можно рассмотреть что-то очень близко и что-то очень далеко с помощью фотоизображения, накопить, наконец, световые лучи, потом их проанализировать, как бы круто. И были споры, как бы, фотографов, ну, споров особо не было, потому что понятно, что первые фотографы, пикториалисты, они, как бы, большей частью занимались тем, что подделывались под живописность другого, как бы, изображения, человечество не понимало, кроме как живописное изображение, и фотография с ее точностью, четкостью, и такой химической, и оптической резкостью, она, как бы, не подходила для того, чтобы сделать такой рзац живописи, что было принято на рынке. Поэтому выдумали мягкорисующие объективы, систему пиццваля, пикториализм, так называемые благородные способы фотопечати, которые имитировали рисунок, гравюру, ну, и прочие штуки. И, как бы, это все происходило до возникновения революции, слома сознания, когда оказалось, что фотоизображение, несущее в себе документальность, несущее в себе научную точность, несущее в себе возможности для его классификации, оно и подошло к веку авангарда, к веку скоростей, к веку революции, хочу сказать, что очень-очень важно, потому что революция, социальный слом, и он и подействовал на возникновение нового языка, фотоколлаж, документальная фотография, производственное искусство в широком смысле этого слова, когда реальность становится важнее, чем, ну, как бы, замыслы, потуги художника. И вот эта вот документальность, ну, мы все знаем, там, да, достижения авангарда, Диги Вертова, Родченко, ну, кто у нас там еще до почти всех тех лет, кто занимался и фотоколлажем, и исследованием новой реальности. То есть, как бы, когда все говорят, что вот Родченко – это такие ракурсы, какие-то волшебные ракурсы, ракурсы, да, линии, все сходится, все в композиции. Это совсем не так, на самом деле, потому что, снимая вот этой лейкой, ну, это моя, как бы, собственно, мое, собственно, размышление, оно не научно, да, снимая вот этой лейкой, в которой вообще ничего не видно, очень сложно попасть в какие-либо ракурсы. Поэтому, в общем-то, скорее всего, это отношение свободы и такая жажда получить новый тип изображения – технический, механический, оптический и химический. И это химическое изображение, оно фиксировало новую реальность, которая, фиксируясь, уже представляла из себя, да и представляет сейчас эстетическую ценность и политическую ценность, что тоже очень важно для того периода. Сейчас у нас период достаточно тухлый, и поэтому снимать, как Родченко, крутя камеру во все стороны, не получится. Нет нового человека, нет новой реальности, и нет вот этого понятия нового. То есть наши отношения с будущим немножко затормозились. Будущее неопределённое, и оно, как бы, такое становится, ну, как бы, вязким, да. То есть мы его не видим, мы его не предсказываем, и мы лишены бодрости предсказания этого будущего. Поэтому здесь приходится выкручиваться и применять технические приёмы каким-то другим способом. Почему это называется конструирование фотографического образа? Потому что, в общем-то, я пытаюсь доказать, и в некоторых сегодня мной показанных инсталляциях я, может быть, и докажу даже, что, в общем-то, фотографическое изображение имеет больше, ну, для меня, по крайней мере, для меня, конечно, потому что я не член Совета фотохудожников, а я, скорее, современный художник, оно имеет для меня прикладное значение. И хорошее вот в этом прикладном значении то, что отношения фотографа и фотоаппарата становятся техническими, то есть никто не питает иллюзией, ну, может, вы питаете, я нет, никто не питает иллюзией, что мы можем каким-то образом построить, ну, как бы полностью контролировать будущее изображение и построить эту эстетику. Во-первых, всегда вылезает что-то ненужное, лишнее, во-вторых, как бы всё-таки существует обрыв между кнопкой, между кнопкой, на которую вы нажимаете, ну, я нажимаю, или тросиком, и как бы получением этого изображения нет прямой взаимосвязи. И это, к счастью, так, потому что вот этот вот обрыв, он обозначает нам дистанцию, которая так необходима современному художнику. Современный художник, он занимается в основном вещами на расстоянии. Он не пытается, ну, это, конечно, звучит как какое-то заклинание, декларация, но не совсем такая же, естественно. Современный художник, медиахудожник, назовем его так более точно, он занимается вещами на расстоянии, как бы теми вещами, которые из-за этого расстояния являют из себя больше поверхность, чем глубину. То есть вот это вот как бы желание проникнуть внутрь образа, смотреть на человека долго-долго-долго, изучать его душу и потом выплеснуть это с помощью накопительного такого образа на холст, это как бы не получается, потому что вы фотографируете, и фотография – это поверхность, то есть как бы поверхность человека, поверхность объекта, отражая цветовые лучи, которые попадают на фотослой, на матрицу, на что угодно, и фиксируется там абсолютно бездушным образом. Поэтому, естественно, что к веку информации, к веку вот этой вот скорости обмена информацией, это больше подходит, потому что что мы хотим видеть – сто тысяч картинок Льва Толстого, снятых как угодно криво и в любом качестве, либо один живописный портрет, как бы накопительный образ, который нам всё равно соврёт, и художник нас обманет в угоду заказчику. Естественно, я выбираю информацию. Тогда вопросы как бы эстетики переходят на другой технический уровень, на другой технический план. Поэтому наши образы, которые мы как бы предъявляем зрителю, они скорее сконструированы. Когда говорят, что… Сейчас я ещё 10 минут поговорю, буду показывать. Когда говорят, что современное искусство – это машина по производству смысла дополнительного к самому себе, это абсолютно истина. Вот если у вас просят, что такое современное искусство, можете смело сказать, и попадёте в абсолютно принятое такое значение. Да, это действительно так. Это машина, которая производит образы, которая производит смыслы. И даже, как вы, наверное, замечаете, концептуалисты, не вообще все художники, они больше говорят смыслы, чем образы. И как бы эта конструкция, этой машины – вот задача художника. Задача художника – сконструировать механизм, порождающий художественные образы без его участия. То есть машина, работающая удалённо, работающая на это производство. Довольно-таки… И, кстати, вот тут гуманизм появляется, потому что смыслы образа – это как бы то, что присуще человеку. И оставляющая возможность для зрителя для интерпретации, что очень важно. Об этом тоже надо не занимать, не забывать. Тут мы можем перейти к возможностям для манипуляции, потому что, в общем-то, если мы имеем дело с публикой, которой надо дать свободу, мы должны её каким-то образом ограничить. Мы должны создать условия, когда она может расшифровывать наше искусство. Потому что современное искусство – это то, что расшифровывается, то, что подвержено, то, что сделано изначально для его расшифровывания. Поэтому мы часто видим очень простые произведения современной искусства, согласитесь со мной. Это какие-то серии, где одно и то же вам талдычат. Это инсталляция, где только один художный смысл заложен, кажется, и он как бы очень прост. Это делается для того, чтобы вы могли не потеряться в сложном внутреннем мире художника, в его «я», который никого не интересует, у вас есть своё собственное «я» и своё собственное отношение с миром. И вы можете на это посмотреть и в каком-то смысле поучаствовать в размышлениях художника, в его построении и конструировании. По поводу дистанции. Вы понимаете, что это довольно важно. Технический медиум любой даёт нам вот эту дистанцию. Он мыслит сам, мыслит сам, он, конечно, не мыслит, но, в общем-то, мы делаем такой механизм, что мы с ним сотрудничаем. Вот когда появится искусственный интеллект, мы будем с ним сотрудничать. Когда появятся какие-то более сложные, может быть, вещи, художники с удовольствием побегут с ними сотрудничать. То есть, в принципе, у фотографии, у вот этой довольно простенькой системы проецирования с помощью линзы на фотослой изображения, световых лучей, есть такое качество, что мы назначаем ей большое интеллектуальное значение. С помощью этого значения мы дополняем своё собственное художественное рассуждение. То есть, медиум – это расширение возможностей человека фотографически, да и видео, да и любое другое. И расширение возможностей человека, а если мы расширяем возможности человека, то, соответственно, расширяется возможность чувствовать и воспринимать информацию. Не какие-то образы туманные, не что-то, ну, как бы такое, типа красоты, а именно информацию. Поэтому, в общем-то, можно назначить ему какое-то особенное значение, вступить с этим медиумом в сотрудничество, изучив его язык, каким-то практическим образом, либо теоретическим, если не лежит душа к изготовлению чего-то, фото выставок. Поэтому, в отличие от живописи, где действительно существует прямая связь, вот мозг, вот нервные окончания, вот там дрожание руки, они по-разному дрожат, вот как бы холст, вот какие-то навыки, и вот эта трепетность художника, у фотографов это нет, потому что это наука точная, и как бы надо понимать, для чего мы что используем. Там зыбкую среду мы, допустим, снимаем с помощью штатива, а устойчивую мы снимаем без штатива, чтобы внести в нее какое-то разнообразие, которое нам нужно вносить всегда, и для того, чтобы, сейчас я скажу тоже довольно важную вещь, чтобы манипулировать публикой, потому что, как сказал Будда, что у учения есть два крыла, это мудрость и хитрые уловки. То есть мы понимаем, что художник никогда не работает в стол, он как бы вынужден, некоторым не хочется, и очень не хочется, честно говоря, совершать публичные действия, изготавливая большие дорогостоящие инсталляции, которые занимают ваши пять минут вашего внимания. Ведь так обычно бывает. И это хорошее искусство, кстати, которое занимает пять минут, потому что вы свободны оттуда выйти. И изготавливать такие вещи, ну, как бы, что-то я сбился немножко. А, я про мудрость. А хитрые уловки – это, конечно же, как бы та оболочка, пускай даже попсовая, которая вам позволяет заманить публику, навязать ей свое послание, которое она потом будет расшифровывать с большим удовольствием. То есть как бы две такие штуки. Поэтому часто современные художники работают с разными типами отношений с реальностью. С поп-культурой они работают легко, с какими-то политическими образами и политическими деятелями, и вот этими навязчивыми в зубах стереотипами. Они работают как бы легко и с удовольствием. То есть художники работают со всеми вещами, которые позволяют им как бы показать, заманить, в каком-то смысле даже в хорошем смысле обмануть. Ну и как-то так. И поэтому вот те тексты, которые вы видите около произведения искусства, это, конечно, хорошие тексты. Их пишут художники, они очень стараются. Но в общем, в каком-то смысле больше это ритуальная форма. То есть та форма, которая как бы, знаете, ритуал. Вот художник, вот его произведение, вот он стоит около него и толдычит что-то такое заумное, что ему там пришло в голову, что он хотел доказать, показать вам. Ну, можно это легко не читать, но читать какие-то биографии, может быть, и общие истории искусства. Как визуальность как бы развивалась, и как она как бы в случае фотоизображения и фототехнологии, как она подтормаживалась. Подтормаживалась вот этими всякими реакциями странными. Ну, может, потому что вот этот вот за сто лет после авангарда не случился перелома в общественном сознании в отношении к изображению. То есть мы все равно по привычке воспринимаем изображение, ну, как бы довольно косно делим его на низменное, делим его на возвышенное, делим его на вдохновляющее и на невдохновляющее, хотя, с другой стороны, и концептуалисты. И с 60-х годов началась эта история, история работы с архивами, история работы с накопившимися поп-культурными образами, с газетами, журналами, с этим обилием изображений, которое сыпется на нас со всех сторон, и часто нам замещает теперь в временной ситуации вообще язык вербальный, то есть визуальный язык, он стал как бы давлеющим. Инстаграм, конечно, выключили, но все остальное пока еще работает. То есть мы понимаем, что мы мыслим большей частью картинками. Как картинками передать как бы философию, это вопрос. Как картинками как бы доказать, что вообще как бы искусство, оно, хотел сказать, вместо философии. Нет, оно вместе с философией. Это тоже как бы большая задача. Для себя я это решаю исследованием фотографических процессов. Правда, в том, что я вам сегодня показываю, я еще другими вещами занимаюсь. Ну, в общем, это как бы, этот вопрос решается по-разному. То есть как бы, да? Поэтому то, что я вам сегодня покажу, это не совсем политические программные вещи, но то, что мне показалось, когда я так как-то собирал это в какую-то кучку, может, вам, может быть, нам поможет как бы разобраться, что такое фотоизображение, как оно служит, в чем польза его документальной составляющей, вот это вот как бы то, что можно закопать в коробке в землю, условно говоря, и то, что пригодно для настоящего научного исследования, а не для того исследования, которым занимаются художники. И как бы то, что составляет нам помощь. Хочу вот что сказать, что то, что вы сейчас увидите, это не фотографические серии, хотя мы могли бы быть, но я с этим не справляюсь, потому что законы построения фотосерии это законы одного и того же. Это такое перечисление, да, либо это счет 1, 2, 3, 4, 5, сколько это там, чем больше, тем лучше, либо это настаивание на своем, когда автор нам показывает как бы одно и то же, желательно, что выглядит всегда очень современно, в виде таблички такой бесконечной, вот как бы если вы хотите что-то сделать современное, сделайте это в форме таблички. Либо это развитие какого-то одного сюжета. Он может быть литературный, он может быть философский, он может быть сложный, тогда это очень плохо, он может быть простой, тогда это хорошо, но скучно. То есть, ну, как-то так, да. Поэтому, в общем, единственное, что я могу добавить, перед тем, что буду показывать, это то, что, ну, для меня, в общем-то, чистого фотоизображения часто бывает недостаточно. То есть, я пытаюсь встраивать его в какие-нибудь другие формы. И как бы более современная форма для меня лично, это форма инсталляции, то есть как бы форма, где в пространстве разворачивается ваш рассказ. То есть, как бы, где появляется не только визуальный опыт у нашего зрителя, а еще и опыт телесный. Ну, потому что инсталляция – это приключение. Ну, и вообще любая выставка – это приключение. Да, вот я пришел на выставку, да, и хотя мне Кристина, куратор выставки, присылала оттуда изображение, фотографии, я все равно, как бы, конечно, получил совсем другой опыт, совсем другое впечатление. Потому что вещи, мимо которых ты ходишь, это не то же самое, что вещи, на которые ты плоско смотришь. Да, и экспозиция, и расстояние между вещами, и все эти отношения, прихотливые там ситуации белого куба, ну, как говорят о современном галерейном пространстве, это очень важно. Телесный опыт, к телесному опыту нам помогает инсталляция. То есть вы приходите и находитесь в какой-то объемной ситуации. Это не обязательно, конечно, какие-то конструкции надо городить, это может быть фотки, развершенные по стенам. Но тем не менее, вот у Тильманса, работа которого здесь представлена, я его всегда не очень любил, но сходил на пару его выставок, вот все то же самое. Оказался случайно где-то там за границей, пошел на его большую выставку и совершенно обалдел от того, что мое представление, как бы основанное на фотокнижках Тильманса, на каких-то его вот этих вот, ну, то, что он там складывает на сайте, совершенно не соответствует тому опыту, моему зрительскому опыту, который я получаю от просмотра в пространстве его как бы вещей. Потому что его вещи, они более тонкие вещи, чем то, что печатается на бумаге, пускай даже на фотобумаге. Ну вот, это предварительные как бы мои рассказы. Поэтому буду показывать инсталляции. У меня не только, конечно же, инсталляция, но я решил, что вот для такой темы заявленной, конструирование, машина, как бы до смысла, и какое-то такое вот извлечение, там еще языка самой фотографии из этих вот, в общем-то, обычных изображений, которые я снимаю, я не вот бог ведь какой фотограф, ну хотя я архитектурный фотограф в прошлом, у меня даже есть две архитектурные премии, довольно почетные, но тем не менее я не практикую, тем более, что это тоже, знаете, снимать архитектуру, это снимать ее по жестким таким канонам, то есть никто не отклоняется от этих канонов, иначе это не будет считываться профессиональным сообществом. Вот, поэтому я пытаюсь, как бы снимая обычно, выдумывать какие-то подходы, которые бы расшифровывали нам отдельные проблемные зоны, отдельные, ну какие-то, какие-то, может быть, даже и отдельные, находить философские основания для нашего последующего рассуждения. У искусства всегда есть проблемная зона, это не обязательно политика, хотя политика тоже хорошо, у искусства есть всегда какой-то вопрос, то есть художник, он как бы вообще не в комфорте живет, он всегда озабочен вопросом, либо построение изображения, либо своего какого-то, своих отношений с медиумами всякими, будь то живопись или фотография, или с навыками, которых у него нету. Обычно современного художника их мало, скажем так, потому что тенденция идет к концептуализму и к избавлению художника от профессиональных навыков. Избавление профессиональных навыков дает художнику большую свободу. Я это не поддерживаю, сразу скажу, но тем не менее такое рассуждение имеет место, и оно тоже справедливое, потому что тогда мы приходим к чистому концептуализму. А, так это я сказал. Инсталляция живой уголок, так текстом мы не будем читать, я хотел их выкинуть, но забыл. Состоит из нескольких частей. Верхняя часть – это цветы, крошечные растения. Буду листать, чтобы это самое вам было. То есть здесь у меня 400 слайдов, надо их за полтора часа как-то посмотреть. Состоит из горшечных растений, очень хороших из магазина, фотоизображений, засунутых в лайтбоксы в виде таких полок. И как бы нижнего основания – это такие ассамбляжи из кусков, сгнивших под снос. Я не занимался вандализмом, но много пилил электрической пилой. Мы пилили с моими коллегами деревянные дома, предназначенный к сносу. У вас вот их здесь полно. Мы ходили сегодня с Кристиной, гуляли, как раз заглядывали в дворики и видели просто кучу. У меня просто хотелось расчехлить свою пилу и что-нибудь выпилить оттуда. Потому что все эти части очень важны, потому что вообще здесь идет речь не только о гибели и окончательной смерти русского деревянного города, как может показаться. Хотя об этом, конечно, речь идет впрямую. Я, конечно, не городозащитник никакой. То есть абсолютно городозащитной цели эта инсталляция не имеет. Потому что она для этого слишком красивая и всем нравится. И все говорят, ой, какая красота. А скорее она имеет критический смысл по отношению к собственному медиуму, то есть к фотографии и к вот этой вот как бы самополучающейся художественности. То есть как раз художественному образу, который конструируется. Потому что когда что-то само получается, это как бы виновата в этом конструкция. Я хотел это запрограммировать и построить такую машину. То есть гибель русского деревянного города, смерть и разложение меня, конечно, тоже беспокоили. Потому что, ну, представляем себе, да, вот как бы деревянный дом стоит на почве русской. Прости бы, хотя сейчас, наверное, так нельзя уж говорить вообще слово почва под вопросом. Стоит на почве деревянный дом. Он как бы там люди живут, на окошке стоят цветочки, птички в клетке там поют. Потом это все сгнивает, как бы, да, долго-долго-долго не ухаживают. Потом все это рассыпается. Люди, которые там живут, пытаются бороться. Потом как бы сдаются, потому что у них на улице туалет и жить невозможно. И как бы все уезжают. Это поджигают. И вообще масса случаев, когда поджигали дома. Вот в Нижнем Новгороде, например, у нас. И вместе с жильцами застройщики гнусные. И как бы все это, ну, такая как бы, да, история гибели. И все это уходит в почву, всасывается. Что делать с этой информацией? Восстановима ли она в принципе? Ну, как бы прах, пепел и тлен восстанавливается ли в какую-нибудь структуру? Да? Может быть, и да. Может быть, как бы, может быть, в этом смысл возвышенной художественности, в том, чтобы создать некий такой бульонный кубик, вы так растворили в стакане воды, и получилась русская деревянная архитектура, городская. И речь не идет о деревенской, потому что почва в городской ситуации, она загрязнена разными солями металлов, а сходами, щепками, этими гвоздями, чем-то таким веселым. Но это как бы так, о возвышенном. Поэтому я начал с возвышенного. Дальше будут более сухие, строгие вещи. Начал я с возвышенного. Здесь как бы что? Как бы фотоизображение в лайфбоксах. Это почти что, не глядя мной на камеру квадратного сечения, сняты такие куски деревянных домов, облесшие стены, всякая такая треснутость, вот эта вот поюзанность, такие краски бывают синенькие. Я вот сегодня тоже видел на дверях. И ящик там для письма и газет заржавел. И так это красиво и прекрасно. Аж прямо хочется это сфотографировать. Это вот об этом, потому что на самом деле все это ложь, ложь и как бы ложь, потому что у фотографии есть такая способность за счет того, что она более контрастная, резкая, более красная, скажем так. Это кто сказал? Адамс, по-моему, сказал, что, великий фотограф сказал, что не можешь сделать красивее, сделать краснее. Вот как бы все фотографы делают краснее, но и как бы и западают на это. Фотографируя, как вы, наверное, видели много раз, плесень, какие-нибудь треснутые стены, а то можно и дохлую собаку сфотографировать. Будет отлично, потому что, потому что это безопасно, опять же, из-за той самой дистанции, которая как бы дает нам медиум. То есть дистанция вполне себе безопасная. Потом буржуи какие-нибудь покупают вашу вот эту вот условно, говоря, дохлую собаку, либо плесень, и как бы радуются этим, потому что появляется фактура, фактура другого значения. Она как бы фактура безопасная, как мне кажется. Поэтому здесь это доведено до такого, как бы, до абсолюта, насколько я мог это сделать. Сейчас, это не надо. Насколько я мог это сделать, это уже в другом пространстве, в Музее современного искусства. Насколько я мог это сделать, за счет того, что лайтбоксы, что это изображение, фотоизображение, оно снизу, снизу, фу, оно сзади подсвечивается, да, и у фотографии исчезает даже собственная фактура. Остается только, ну, фактура, ну, обычно фотобумага, поблескивать там как-то с ней что-то не то. Остается фактура самого медиума, что для меня очень важно. Поэтому я часто делаю изображения в деревянных ящиках, в лайтбоксах, ну, или в каких-либо других ящиках, потому что они светятся изнутри и лишаются, ну, такой, как бы, телесности, скажем так. Мы получаем, как бы, такой чистый медиум. Здесь это очень важно. Поэтому, в общем-то, там как-то у меня даже пытались покупать эти картинки, ну, ой, как красиво какая-то самая. На самом деле, это вполне такая критическая, как бы, история, которая там показывает дистанцию. На этих двух полках, ой, фу, там, в дворе, да, эти полки, под ними расположены ассамбляжи, мне тоже было всегда любопытно, что такое ассамбляж, что такое, как бы, вещь, сколоченная из материала какого-либо, да, я давно хотел поисследовать. Как мы знаем, авангардисты занимались исследованиями материалов, дерева, металла, стекла, и это были отдельные классы, отдельные типы исследований, потому что вообще отношение художника, оно такое, как бы, ну, все-таки прямое. Мы должны щупать этот мир, и кроме фактуры, на самом деле, ну, и вот этой, вот, как бы, телесности у нас нет ничего, да, хоть мы и концептуалисты, может быть, но все равно, даже если мы концептуалисты, мы относим себя к истории искусства, которая вся, конечно, наполнена вещами, а не словами, да. Поэтому такая штука. Я хотел, как бы, попробовать сделать ассамбляжи, ассамбляжи, во-первых, как основание, на котором стоит вот эта вот бесплотность такая, да, фотографическая, а во-вторых, просто было любопытно, как вообще это получается. Оказалось, что вообще супер получается. Я очень боялся, я никогда в жизни это не делал, и, собственно, мы с моими помощниками напилили вот эти деревяшек, сделали такие планшеты, там наколотили, и все это как-то каким-то образом довольно волшебно, на мой взгляд, сложилось в такие вот, как бы, в общем, довольно убедительные, как это ни странно, потому что я не умею прикладывать к этому художественному, художественных попыток, такое довольно значительное получились вещи. очень тяжелое. Сейчас это инсталляция в коллекции музея, слава богу, находится, и я как бы ее не храню, потому что весит она, наверное, тонну. Вы понимаете, да? И наверху на этих полках стоят цветы, как символ новой жизни, потому что, в общем-то, как символ беззащитности, вот тут можно сказать слово символ, запрещенное, кстати, тоже, в современном искусстве, потому что он скорее как знак, да, ладно, давайте заменим на знак, как знак новой жизни, как знак такой беззащитности, потому что комнатное растение, оно, в отличие от растения, которое колючка, которое канадский клён, оно как бы не выживает, оно требует такого как бы на ухода, поэтому это живой уголок, и поэтому как бы это еще и, как бы вот это, ну, такие ростки будущего на основаниях такого сгнившего русского деревянного города, прости господи. Понимаете, да? Покажу вам немножко город, вот, я буду быстро показывать, иначе мы вообще не уложимся ни во что. Покажу немножко деревянный город, вот так выглядит эта архитектура, но вы это видели у себя на улице Ульянова, мы сегодня были, которая пересекается с улицей Ленина, там прямо полно таких сооружений, это очень классно, я прямо нашел много общего. Тут уже половину снесли, половину, понятное дело, да, то есть это в каком-то смысле является еще и архивом, потому что, в общем-то, у нас на самом деле вот, что я хочу сказать важное, что вот это вот разобрали, не смогли собрать. Нормально? Ну да, не буду здесь. Вот, собственно, ассамбля же. Поэтому скажу еще важное, что у фотографий есть хорошая ценность, хорошее качество, ценное качество, несмотря на всю художественность, которую мы как бы делаем, у меня есть документальность, поэтому эти фотки ваши, мои, вообще любые, можно потом использовать в каких-то полезных научных целях, издавать каталоги. То есть у меня вот много вот таких изображений, ну и все понятно, где это было, что это было, много разных ракурсов. Можно как бы этим, потом историкам будущего манипулировать каким-то образом, да. Ну и вот сами детали. Я буду быстро показывать, действительно, потому что, в принципе, ценностей в каждом изображении здесь мало. Ценность, скорее, накапливание вот этого, как бы, ну, накапливание самой фактуры, желание сфотографировать эту фактуру, показать ее, показать ее людям, и как-то, и как-то доказать что-то с этой помощью. Я, конечно, уже разочарован в доказывании, там, чего-то, но самой фактурой я озабочен, потому что фактура – это хлеб художника, он ее щупает руками. И проблемные зоны какие-то, вот которые маленькие, отношения с вот этим, сгниванием, да, отношения с тленом и умиранием, рождением, ростками новой жизни, живым-мертвым, живым уголком, мертвым уголком, да. Это важно, как бы, проблемные зоны, которые как раз, несмотря на всю мою формальность и формализм, которым я всегда занимаюсь и буду заниматься, они, как бы, в общем, предъявляют нам какой-то, какой-то автоматический гуманизм, что очень бывает приятно, потому что сам ты не испытываешь никаких чувств, естественно, когда ты делаешь профессиональную работу, особенно с техникой, нельзя испытывать особенные чувства, но потом получается что-то, что, в общем, помогает нам жить дальше, развивать себе, как бы, отношения и братские, и сестринские, и экологические, ну и любые такие хорошие, скажем так, да. Понятно, я так полистаю, их много, надо было мне, конечно, поменьше, я решил, что много фоток, это хорошо, пускай у вас потом все будет закроть глаза ночью, и все будет мелькать. Наверное, так лучше. Вот такие дела. Бульонный кубик, архив, фактура, проблемная зона. У дизайнера не бывает проблемных зон, но, как бы, да, у него, вебесивый, вот этот мир хорош. У художника весь мир не очень хорош, не вот, что он плох, но, как бы, всегда находится возможность для критики, для критического высказывания, для какого-то дополнения, может быть, других критических высказываний своими изображениями, либо инсталляциями. В нашем случае, наверное, нам инсталляция ближе. Ассамбляже, ну, покажу тоже такие куски. Ну, и, в общем, все. Если есть вопросы по этой инсталляции, задавайте, у нас еще есть время. Все понятно? Ну, а люди здесь зачем? Они, конечно, переживают, но это уже вопросы, это уже вопросы более сложного исследования. Понимаете, тут я ограничился. Конечно, это упрек справедлив, но я же не обслуживаю какую-то идеологию. Это можно использовать? Можно использовать. Но, в общем, меня волнуют вопросы скорее, как бы, плесени, чем вопросы, как бы, ну, то есть, не плесени, а вот этого разложения, чем вопросы людей. Люди, понятно, но как бы люди на это смотрят, это помогает в каком-то смысле, потому что можно было набрать и интервью у людей, художники этим занимаются, другие, более, как бы, активные в политическом смысле. Ну, не в политическом, а в активистском смысле. И, например, в том же самом Нижнем Новгороде есть художник Артем Филатов, замечательный, который работает в студии «Тихая», который, как бы, тоже занимался не то же, он, как бы, начал заниматься уличным искусством, и он занимался как раз отношениями с людьми, с их архивами, но это другая область. Моя область – это фото, поэтому мы же, как бы, говорим о конструировании образа, но, как бы, вот такой образ компактно конструируется так, потому что, если делать это по-другому, это будет некомпактно, это уже перейдет из отдела инсталляции, того, что существует в выставочном пространстве и, скорее, определяется эстетическими критериями, какими-то вашими, назначенными вами, в область какого-то более широкого исследования, и тогда уже художественная форма не нужна, потому что, в общем-то, я-то убежден, что любая научность как бы выше, чем искусство, потому что наука строит модели и объясняет мир более точно. У искусства есть преимущество в том, что модели, которые строят искусство, в этом смысле художественный метод похож на научный метод, скорее как пародия, может быть, что искусство тоже строит модели и пытается объяснить мир, но делает это как-то криво, с интуицией, с какой-то большой долей произвольности такой. Эта произвольность, но мы имеем на это право, любой художник, свободный, его высказывание, оно как получилось, скажем так, а не как надо полнее объяснить, потому что если мы будем объяснять, мы должны перейти на строгие научные основания, а это значит эпистемологические какие-нибудь основы, не знаю, опровержимость, доказуемость, недоказуемость и все вот эти вещи, которые прилагаются к науке. Между прочим, так я, конечно, похвалил науку, но, наверное, зря, потому что ученые с большим восторгом и удовольствием взорвали атомную бомбу. Академик Сахаров сделал гигантскую атомную бомбу и взорвал ее. Понимаете, все вот эти физики, которые писали книжки философии физики, о жизни писал Шрёдингер, большое исследование, да, кстати, замечательное, могу вам посоветовать. Все равно, как бы, Гейзенберг сидел до последнего и для Гитлера конструировал атомную бомбу где-то там в пещере, понимаете, вот уже бомбили Германию, уже советские войска вошли, а он пытался получить цепную реакцию из интереса, из любопытства. Это значит, что язык науки компактный, вот который, как бы, объясняет мир, да, наиболее полно, он, как бы, за счет того, что он рационален, ну, то есть, как бы, о физике можно говорить, надел майку теории большого взрыва, и тут у меня, о физике можно говорить на длинном русском языке, но это некомпактно, неудобно, поэтому придумали формулу, и что-то выскакивает в языковом смысле, у искусства это не выскакивает, поэтому искусство, несмотря на свою формальность, это больше гуманизм, и даже скорее, это вообще гуманизм, потому что наука, как мне кажется, негуманна, как мне кажется, я, конечно, смотрю на науку, которая взрывает бомбы и каструирует ракеты, да, которые сейчас взрываются во всем, ну, как бы, во всем мире, в нашем мире, можно сказать, и как бы автоматы Калашникова, ай, как хорошо, как бы, придумал автомат Калашникова, с помощью которого поубивали миллионы просто людей, да, классная задача, как бы, отличный чувак, да, вот как бы художники ничего такого не делают, потому что у них другой язык. Я, конечно, идеализирую немножко, но, тем не менее, различия есть, вот об этом стоит подумать, я не уверен в своих словах сейчас, но как-то, потому что я не думал об этом, ну, как бы строго, но, тем не менее, вот эти модели, которые, казалось бы, объясняют мир, как бы мы строим модель мира, модель вселенной, мы вступаем с ней в отношения, они, как бы, отношения другие, потому что отношения художника, это вот прямо отношения, это прямо вот объятие отношения ученого, это что-то более, как бы, формальное. Итак, да, забыл сказать, что куратор выставки, предыдущий, живой уголок, Алиса Савицкая, нижегородский куратор, и сейчас она куратор студии Тихая. Она мне очень помогала во всем этом, как бы, и производстве, и обдумывании, и в написании текста, написала текст, собственно, и вся эта концептуализация, она была сделана вместе с Алисой. Коммунальный авангард, следующая выставка, может, вы что-то видели, что я вам показываю? Нет, не видели, нормально, не скучно. Коммунальный авангард, следующий проект, который я очень люблю, это как бы, ну, проект, это как бы город моей мечты в этот раз. В этот раз, как бы, речь пойдет не о том, что сгнило, и затаилось в почве, да, и откуда выросли, безжалостно, откуда выросли, откуда выросли, как их назвать-то, господи, ну, которые такие несчастные и трепетные ростки вот этого будущего, в виде комнатных растений. В этом рюме, в этом инсталляции речь идет о будущем. Кураторы, Елена Белова, куратора Арсенала, Алиса Савицкая, тогда куратор Арсенала, есть композитор, есть участие довольно большое, надо сказать, и сейчас мы увидим людей. Фотографы Сергея Леонтьева. Не знаете такого? Нет? Очень советую. Это как бы классный, великий фотограф. Тоже текст пропускаем. Город моей мечты я давно хотел построить, потому что у меня была попытка сделать проект, и был сделан проект под названием Новый Ленинград, где я придумал эту форму, ее применил. Да, но как бы очень на самом деле тупо, потому что это как бы архитектурная съемка, наверное, как вы видите, архитектурная съемка архитектуры, архитектурная съемка в случае Нового Ленинграда, показывать картинки не буду, они точно такие же, в случае Нового Ленинграда это архитектурная фотосъемка всех памятников конструктивизма ленинградского, поэтому я Ленинград, это название, Санкт-Петербург, что важно, конструктивизма такого, и как бы был построен город, город из таких кубов, этих самых объемов lightbox двусторонних то есть как бы смысл здесь том что но как бы смысл здесь в будущем которое осталось прошлом то есть в общем так как я как бы изучал но не звучал скорее вдохновлялся может быть на вот эти системы построения нового человека коммунистически левая да где дом эта машина для жилья где как бы человек вылезшего из землянки только что надо поселить в кабине жилой кабине куда он проходит через душевую кабину чтобы вымыться заставить его ходить ха ха фабрику кухню где я сегодня был у вас и как бы воспитывать его из него нового человека потому что это ламаркизм да мы понимаем что это такое это идеология коммунизма ламаркизской идеологии когда приобретенные признаки наследуются но как бы если конечно мы живого существа к этому есть воля то надо сделать оговорочку поэтому если вы делаете опыты бесчеловечные отрезаем мышам хвосты их скрещиваете а потом у детей эти мышей все равно вырастают хвосты ой это не работает но это не работает потому что воли к изменению у мышей нету это ложная конечно теория которой занимался такой пауль камерер ну и вообще ранее советская власть рассматривала как бы человека как существо изменяемое и чтобы получить как бы правильное потомство нужно было построить правильную машину для жилья для быта для культуры для образования конечно же да и все эти правильные машины которые остались прошлым и все это погибло в начале тридцатых годов мы понимаем почему даже понимаем потому что как-то ну ламаркизм это лженаука все таки вот все это погибло начали тридцатых годов но как бы осталось прошлом и мне бы хотелось чтобы вот эта линия так как параллельная вселенная так как можно об этом думать чтобы как вот этот коммунальный авангард да в каком-то смысле вот этот быт широком как бы понимание этого слова ведущий к изменению человека и оставлению следов его в будущем он как бы существовал и он существует ну как бы чем гордиться россии может ну там космосом вот я сегодня значок даже купил с космонавтом в музее космонавтики у вас и как-то ну мне кажется больше так особо и нечем но не водородные же бомбы да но не теми событиями которые происходили происходят и может быть будут происходить а как бы тем что все таки наверное какая-то линия развития осталось прошлом и это будущее которое мы которые мы не видим существует будущее идет под каким-то углом на коммунальный авангард мне было это важно и так как я сторонник вот этих вот как бы странных ну таких странных теорий то очень хотелось построить нам сейчас скажу уже нам кураторской группы город нашим мечты чтобы мы там жили и существовали поэтому инсталляция это темное большое помещение я недавно возил его владивосток и обалдел насколько классно это работает давно не видел а тут увидел и как бы работает существует коммунальный авангард это такие достаточно просто сделаны ящики из толстой фанеры потому что но материалы здесь как бы как раз специально подобраны потому что они стоят на основаниях из таких из арматуры каких-то труб таких до сваренных тоже довольно грубых потому что все это построено плохо на это как бы хорошие формы построенные плохо из какого-то ну как бы доски обмазанные гипсом каким-то да и вот в этой ситуации этих углов этих как бы таких как бы линий должен развиваться человек будущего о чем супрематизм о чем вся вот это вот агитация потому что понятно что то что мы смотрим на черный квадрат или там на носу супрематизм это все таки же это же агитация это то что проникает в мозг просто и и бьет по нему ну кувалдой представляете как бы как бы мы были из какими мы были бы измененными людьми если бы мы существовали системе тоталитарная конечно тут как бы понятно что свободного человека воспитывать с помощью гипноза несвобода загоняние его в жилую кабину это понятно это можно критировать сколько угодно я сам это понимаю но какими мы были бы измененными людьми если бы в наш мозг проникали вот эти вот лучи как бы авангардистов которые хотели поменять мир ну под себя любой авангардист хочет изменить мир по своей воле и как бы этим живет ну в общем вот тут как бы такая история коммунальный авангард там конечно не только конструктивизм мы брали как бы нас позвали тогда на екатеринбургской биеннале современного искусства на давно было 10 лет назад по моему на первую индустриальную биеннале в параллельную программу и мы придумали этот проект там как бы есть такое понятие как соцгород знаете тут интересно есть соцгорода самое есть то что там такие вот как бы соцгород как бы образование возникшие вокруг завода обычно где есть как бы завод эта машина для производства чего-то полезного чугуна там я не знаю что каких-то вещей которые полезны для будущего вокруг этого как бы существует как бы там работают люди которые живут вокруг этого завода у них ясли детские сады школы поликлиники дома культуры дворцы культуры вернее даже и все прочее конечно жилье там какой-то конструктивистка и либо ну такое ордекошная и как бы как бы если если завод это машина по производству полезного то соцгород от машины вместе с заводом эта машина по производству человека будущего то есть как бы что мне очень нравится если честно эстетически поэтому здесь как бы из съемки двух городов я ездил снимать в екатеринбург соцгорода урал маша и город горький в нижний новгород соцгород как бы газа горького автомобильного завода она там снимали мы как бы ходили снимали вы выбирали какие-то ракурсы сюжета получились такие архитектурные фотки но обычная то есть они вообще ни о чем это так все снимают и тысячи раз так снято может и не снято потому что никто не доехал заказа такого не было но мной и снято то есть как бы самок себе это так обычная такая как бы ну архитектурная профессиональная фотография мы из этого построили город нашей мечты мы перемешали соцгород урал маша соцгородом автозавода нижегородского горьковского и построили такой как бы ну так там у нас квартала есть такие кубики все это светится в большом помещении яркие красивые слайды на фотографиях плохо передается как вы понимаете яркие красивые слайды большие такие это фотографии напечатаны на специальной пленке такой транслюцентный вот подсвеченные как и как такие как бы аганти как звездное небо такой все светится в общем город мечты и очень красиво и даже какой человек пришел такой местный в екатеринбурге говорит ой а я не знал в каком красивом месте я живу то есть как бы клево на самом деле не прикладывая особенных усилий кроме такой вот фантазии по производству ну как бы по рассуждению и мечтам про вот это будущее прошло ну и какая-то эстетизация такая довольно довольно простенькая этого этого всего построение города но большая инсталляция там много этих кубов они больших 50 на 60 но как бы этого я так подумал подумал в какой-то момент и понял что этого недостаточно потому что потому что чтобы мы наладили эту связь между прошлого и будущим да вот это как бы будущее вот это вот архитектурная тем более что у фотографии как вы помните есть такая способность облагораживать любую трещину и фактуру тем более когда светится изнутри это это еще лучше но как бы вот экран ноутбука почему все так любуются своими фотками как бы нужно было притянуть какую-то более тонкую связь между настоящим и про и будущем которое осталось прошлом к сложной конструкции но в общем я эту связь я притянул пригласив фотографа сергей леонтьева который снял присущий ему жесткой манере портреты людей которые живут там сейчас и здесь вот в этих этих самых местах у сергей леонтьева были ассистенты которые помогали ему со вспышками и он там ходил снимал как местных жителей не обязательно на фоне этих как бы домов где которые я фотографировал но где-то близко около и там иногда даже узнается и эти портреты местных жителей учитывая эту дистанцию это все-таки то что это якорь как бы канат протянутый канат с якорем протянутый в настоящее из будущего или из прошлого бог его знает то он нет этим это пространство с этими людьми они сделаны так что туда зайти нельзя это мы видим только через щели таких выглядывающих оттуда местных жителей для таинственности для такой как бы может быть даже кокетливости вот вот как здесь например то и зайти туда нельзя и близко подойти а ходить можно здесь по тем улицам которые мы создали я покажу очень быстро фотки потому что сейчас не не суть обсуждать архитектуру да там не только конструктивизм вот этот конструктивизм а это уж такое ордеку стали хотя это уже украшение потом на нашлепана такая вот как бы ну такие вещи которые мне очень нравятся которые как бы мне очень как бы радует это рейшер белой башни что-то уже разрушена что тоже как бы ну как всегда у нас тут горела вот этот вот выставочный вот фабрика кухни кстати был архитектор такой архитектор сбал хаоса который приехал мне они строили эти все вот это она не строили потом конечно расстреляют шефер быстро покажу это не вот там какие-то это просто то что еще состоит инсталляция то есть как бы тут такие огоньки нужны да вот эти вот огоньки мы видим видим эти фотографии поэтому самоценность каждого изображения но близится не вот конечно к нулю то что пленка потрачено и силу моей потрачено но к чему-то такому не очень значительно но вместе это огоньки звездного неба которые далеко которые составляют город мечту и вот эту такую красоту и у этого автозавод ну тоже по-быстрому хорошие такие вот ранее строчная застройка конструктивистская радиусный дом не все это довоенное то есть как бы тот смысл что это все таки сделано для рабочих что это соцгород это не поздние послевоенные сталинские дела уже совсем извращенная и какие-то малоприятные да это такое прогрессивное социальное жилье хотя тут вот было нквд в какой-то момент школа да вот как бы школа с планетарием с сервовой с планетарием с обсерваторией как тогда положено было по системе образования мы мы и все и вселенная и на земном шаре наш серый молот на шлёпан гостиница волна но такой шедевр просто очень красивый очень хороший ночью вот и как бы ну что еще сергей леонтьев фотографии местных жителей они черно-белые на почему они черно-белые потому что в общем то тут мы можем и наверно каждая из нас интуитивно разделяют реалистичность на цветную черно-белые где больше реализма где больше правда ну конечно черно-белым больше правда потому что их хотя бы на том основании что ошибок в каналах как бы цветопередачи там нет поэтому если вам черно-белые фотографии кажется более художественной вот все тут и ошибаются поэтому как раз больше правды черно-белом изображении больше реализму больше как как такой правильность меньше заблуждений и ошибок может быть что-то не достает но это на то что остается составляет как бы такую ну правду верность высокую верность хай-фай да а в цветном изображении каждый крутит эти самые ручки пленка ошибается вы что-то там свет корректируете получается обычно ну как-то плохо я каждый цветную фотографию потому что 21 век предполагает но по пригласив сергей леонтьева и он любезно согласился нам помочь и стать соавтором этого проекта мы конечно имели ввиду еще и то что он снимает как бы черно-белое такое да и поэтому черно-белое это здесь и сейчас вот как бы сейчас а цветное это такая ну понятно цветные огоньки там еще есть музыкальные произведения к сожалению сейчас у нас нет технической возможности его послушать потому что показалось что опять мало мы создаем инсталляцию театр такой да поэтому я пригласил мы пригласили всем композитора замечательного георгия стефанова который как бы поехал в экспедицию с нами на автозаводы эти он автозаводы на уралмаше записал там что-то повдохновялся и создал я думаю что сделать такую конкретную музыку из шумов из чего-то он создал совершенно как бы невероятной красоты такое лирическое произведение современной электроникой шумами но из гармонии такой она торжественная она длинная минут 20 поэтому начинается тихо кончается таким как бы финалом с барабанами сабвуферами со всеми этими вещами и это был многоканальный звук колонки были развешаны по всему пространству и люди еще ходили под музыку им очень нравилось ходить под музыку смотреть на домики под музыку и музыка хорошая но проиграть вам сейчас не смогу потому что ну не смогу к сожалению там что-то начинается но во первых это из ноутбука а во вторых нам долго будем сидеть у нас мало времени фотографии сергей леонтьева быстро показываю но понимаете да зачем они нужны понимаете это кстати не вошла это мы как бы отбраковали уж больно она какая то вот эти вошли какой-то фиолетовый у меня черно-белая есть фиолетовая манера съемки когда я говорю поверхность между прочим вот вот это то однако на одна вспышка висит на фотокамере вторая вспышка держит вторую вспышку или там две я не помню ассистент держит на палке то есть это высвечивается вот солнечный день лица высвечиваются и теряют немного присущую фактуру то есть образуя такую вот эту вот ту самую фото поверхности которые я говорил вначале такой как партийный работник я у нас тукач но такие вот совершенно замечательные как бы вещи и это работает вот это какой если все это собрать распаковать долго долго подключать монтировать эти лайфбоксы вот в благостоке мы это последний раз когда выставляли мы это сделали в общем это очень даже неплохо на сказать все музыка звучит люди довольны им нравится потому что потому что щемящее ностальгическое какое-то такое чувство такое да и даже я сказал что чувство красоты то есть мы говорим об одном там я про нового человека какой-то там соцгород которым я хотел бы жить и наверно погибнуть вот а людям это нравится потому что это как бы и имеешь такую привлекательную форму такой гизамт конст верх в каком-то смысле так переходим к следующему вопрос есть конечно мы получили массу критики и и справедливый но как бы репрессии убийство миллионов левая вот это вот идея левый дискурс как бы это же плохо плохо конечно тоталитарное насилие над человеком чтобы сделать его свободным сначала надо было загнать какой-то угол и там обдавать из из кишки водой отмывать условно как они думали да вот это вот как бы гипноз этот когда вы заходите в баню там какого-нибудь архитектора никольского там раздеваетесь ходите там моетесь у вас проникает этот дух авангарда задумал его художник и все это как бы поэтому все это лопнуло то что не было не жизнеспособно самого начала мы это прекрасно понимали но опять же все то же самое что надо ограничивать себя в каких-то своих своих рассуждениях оставляя оставляя возможность для критики тоже критика и разночтение они очень важны наверное инсталляция называется детали москвы была сделана в музее москвы как вы понимаете о чем тут идет ниже о чем тут идет о чем тут идет речь речь идет о горизонте вот мы переходим уже здесь более более формальным вещам потому что если там это были как бы какие-то рассуждения напоминающие душевность напоминающие но такое как бы знаете ностальгию какую-то чувственность такую здесь конечно тоже есть но в общем тут речь идет о неизменности вселенной о фотографическом горизонте инсталляция детали москвы состоит из 850 фотографий снятых мной не глядя совершенно напечатано в кружочках размером за грамм пластинку 25 не помню сантиметров надо сказать довольно дорого оказывалось и пришлепанных на стену в порядке как бог на душу положит повесчиков я им сказал у меня не было плана я сказал что ребят повесьте просто вот как то вот как вот на глаз короче они повесили на глаз получилось очень хорошо потому что я планировал эту повестку на глаз восемьсот пятьдесят кружков был бы я по умнее сделал восемьсот семьдесят сколько-то в москве лет но как-то не сообразил что-то восемьсот пятьдесят по театру просто надоело если честно это очень скучная работа потому что снимать не глядя без всякого удовольствия ну как бы да сейчас сейчас я подумаю о чем тут речь речь идет вообще о выборе как бы да о фотографическом горизонте вот об этом взгляде у меня несколько работ про вот этот выбор да поэтому есть вещи снятые не глядя одну из них вы видели наверху такие лайтбоксы под ногами над головой тоже снят не глядя тут как бы почему кружок во-первых все мы знаем что объектив любой любая линза и объектив он дает круглые изображения знаем которые потом выкадрируются с помощью иногда хорошо иногда плохо с помощью помощью этой самой либо квадратик или прямоугольничка золотое сечение которые себя из изображает и самое противное это пропорция вот узкой пленки это просто ненавистная вот он как бы выкадрируется из круглого изображения кстати первые камеры кодек вот эти вот попсовые коммерческие они давали круглые изображения знаете точно в кружок печатали что мне тоже очень нравится там была несовершенная оптика и там размывалась конечно края то что объектив не покрывался но это был такой круг напечатанную печатали фото пленку на нанесусь когда вы снимаете вообще что-либо вот у вас камера есть вы что-нибудь снимали телефоном там фото аппаратиком или чем-нибудь еще вы так как бы преподаете на ножку крутите это ракурс там какой-то да избираете либо наоборот ставите прямо так тупо все вы как бы меняете этим что навязываете вселенной свою волю вы меняете мир потому что любой любое вот ограничение который человек так ставят вот этой вселенной да вот я этого не замечаю ничего это я замечаю сейчас я вам еще и покажу что я заметил вы это не видели а я это увидел я это в свой аппаратик снял в эту рамочку загнал я такой как бы хитрый умный я вам вот как бы главный показыватель каких-то моих собственных особенностей моего взгляда на мир но кому нужен как бы взгляд на мир как бы вот такой человек вообще кому нужен как бы какой-то взгляд на мир у меня свой есть лет на мир а уж тем более вселенная который хочет пребывать в гомеостазисе, в гомеостазе, внеизменности, это тем более не нужно. Любой фотограф – это просто человек, который пытается жалким каким-то образом навязать свою волю, собственно, пространству. Ну, вселенная, я громко говорю, ну, пространство. Вот есть пространство, а вы оттуда показываете кусочек. А почему этот кусочек, а не этот кусочек? Почему вы снимаете одно событие, а не событие за полсекунды раньше или позже? То, что все события равнозначны, все движется во времени, все одинаково совершенно, да? И когда какой-нибудь Карте Брессон снимает композиции вот эти свои, ну, что-то там с чем-то совпадает, да? Человек-собакой, либо что-то. Я просто это очень все, ну, как бы не очень люблю, то есть я это не понимаю скорее. Да, мне кажется, это можно показывать только юмористически. Вот как бы человек пышется, и как бы весь его талант заключается в том, чтобы вогнать в два уголка два чего-то там либо разного, либо одинакового, либо чтобы голова собаки совпала, заслонив с собой голову человека, да? Или что-нибудь еще произошло. Либо, снимая войну, мы снимаем какие-то самые выразительные сюжеты, кто-то падает героически, либо что-то происходит, вместо того, чтобы снимать все подряд, потому что это все одно, это все одинаково. Потому что мир на нас смотрит равнодушно. И почему бы нам не смотреть на мир точно так же равнодушно, отдавая ему, ну, как бы свою волю, потому что мы от него зависим, а не он от нас. И что мы делаем? И меняем вот этой рамочкой, довольно жалкой и довольно дурацкой, да, вот это вот расположение вещей в пространстве. Черт вы знаете, то, что я сейчас сказал, понятно, что это относится только к этой инсталляции, я так не думаю, понимаете, да? Ну, понятно, хотя отчасти думаю, но не так вот прямо строго, чтобы вообще, как бы отрицать любое там авторство. Вот мы добрались до конструирования образа каким-то через медиум фотографический. Мы добрались, и что мы видим? Мы видим, как бы, 850 кружков, снятых мной не глядя, вырезанных, как это мы замучились резать, потому что это оказалось довольно сложно, потому что наклеенные на пластик фотобумага, ее надо вырезать таким ножом круговым, много-много раз вращая, и не за паров. То есть дорого стоила эта инсталляция, честно говоря, я даже не ожидал. Мы построили специальные такие стены, это куб в ось 9 на 9 метров высотой, сколько там, ну много метров, как вы видите, повешен свет. То есть пространство мне галерея Триумф построила в музее Москвы. Большое им за это спасибо, и дала еще денег на производство этой работы. То есть как бы мы видим вот это вот, как бы, мое критическое вполне себе отношение к медиуму, да, и как бы решение вопроса фотографического горизонта, потому что если в прямоугольничке мы можем нарисовать линию горизонта или сеточку, сеточку, то в кружке, ну как-то глупо это делать, не можем, как мне кажется. Поэтому как-то камеру с кружком не поворачивай, ничего не изменится, хотя бы так. А уж если вы снимаете по правилам, не глядя в камеру, держа камеру на уровне живота, на моноподе, на палке, ориентируясь только на пузырьковый уровень, чтобы не закосить вообще ничего, то вообще получается классно и очень скучно этим заниматься. просто через силу, потому что ну куда идти, что снимать, неизвестно. Но ты идешь куда-то там за хлебом в магазин, с вот этой палкой, там что-то щелк. Я, конечно, немного вру, как вы понимаете, потому что я же фотограф, и у меня как бы есть фотографическая интуиция. Это не то же самое, что обезьяне дать камеру, заставить снимать. Мы уже заставляли, а обезьяна снимала, получалось плохо. У фотографов есть интуиция, поэтому все вот эти вот кружочки, они все равно в композиции. Смотри ты, не смотри. Ну то есть я просто снимал, потом я в фотошопе делал круглую маску, так накладывал, цвет корректировал изображение, получались эти кружки, и они почему-то оказались в композиции. Может быть так работает круглый кадр, конечно, но мне кажется, так работает моя интуиция, которую я пытался обмануть с помощью вот такого механизма. И как бы, ну, в общем, как бы тоже. Ну, это, в принципе, даже и неплохо, потому что, если мы говорим о каком-то языке, об изучении языка, об отношении с фотографией, то мы как бы должны отдавать себе отчет, что до конца не получится вообще. Сделать как-то вот идеально не получится. Может быть, когда изобретут машину для фотосъемки, которая будет сама ездить иногда по хаотическому закону что-то снимать, я бы хотел такую машину иметь, то тогда, может быть, будет как-то по-другому. Пока получилось так. Но тут есть несколько еще дополнительных моментов, потому что вообще эта инсталляция, и смотря на то, что делать это было невероятно скучно и очень тоскливо, но посмотрите, как это хочется же как бы самовыражаться и что-то делать интересное, а ты делаешь скуку смертную, потому что никакого ты вознаграждения, отдачи, отлюбования картинкой не получаешь, потому что картинку не видишь просто. И даже ты предполагаешь, что ты ее не видишь, это просто даже ради этого даже какое-то телесное усилие совершать глупо, потому что это не подвиг. Но тут есть второе дно, потому что, в общем-то, это ода радости, как вы понимаете, потому что это конфетти, потому что это карнавал, потому что вообще это, как сказать, это может быть деталь Москвы, деталь Самары, деталь чего угодно там, как бы, да, это вообще пофигу, потому что мне нужен был музей Москвы и была коллаборация. Можно перемешать деталь Москвы с деталями, там, Лондона, да, допустим, но тогда как-то по-другому надо назвать будет. Это такая, как бы, конфетти, карнавал, праздник, это вообще-то стрельба, типа, дробью из двустволки, понимаете, как весело, в стену вот этими деталями Москвы, потому что, в общем, я сам это не вешал, у меня не было плана, все повесили рабочие, пользуясь уровнем просто, где они находили вертикально, прикладываю вот этот сам уровень, и просто все выставляли по уровню. Получился такой, как бы, а так как это повешено на глазок, как мы видим, да, все расстояния разные чуть-чуть, но они как бы на примерную, но они все чуть-чуть разные, то когда вы заходите, вот опять же, это не описать, я, правда, на это рассчитывал, но получилось вообще здорово. Когда вы заходите, там у вас так все в глазах начинает вот так вот совмещаться. Это какой-то вот оптический эффект, так устроил мозг. И я как бы это тоже в каком-то смысле весело. Ну вот так это выглядит, быстро полистаю. Такие штучки мои любимые. Ну то есть это как стрелять из двустволки, это как... Обман тут вот в чем, видите? Черт, это действительно, может, так круглый кадр работает, я уж не знаю. Потому что все равно как-то рука куда-то, хотя ты не смотришь, но ты идешь как-то, да, да. Но получается, черт возьми, вполне себе композиция. И тут все по-честному, тут никакого обмана нет. Вот там, где центральная, это случайно центральная. Там, где как-то художественно, видите, загибается он как бы вот в правом верхнем углу. Там оно как-то само загибается. То есть это все с одного уровня, не глядя с этим самым камерой цифровой, где выключен дисплей. То есть смотреть на никакого смысла нет, потому что еще и неудобно, потому что достаточно низко стоит камера, чтобы не было соблазна попосматривать. Вот такие вот как бы картиночки, да. У них там дофига и больше, поэтому я их так вжик-вжик-вжик полистаю. Вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик. Хотя они такие неплохие. Ну то есть вот. то есть это как моргать это как дышать это как это как ну смотреть на закрываем глаза мир исчезает открываем появляется все такое как бы все такое а но это я вам показывать на не буду почему это видели единственное хочу сказать что больше это как такое знаете вот такое веселье производства от жизни производные от жизни в которую вы как фотограф и вмешиваетесь что потом не мучить людей вот этими рамочками картиночками я это увидел вы это не увидели я такой глазастый я там был видел это событие вы события не сейчас любое событие но более-менее значимы самой себя снимают и сама себя показывают ну как бы такой закон медиа пространство под ногами над головой но наверное вы это видели это понятно то есть что-то понятно господи вам понятно понятно то есть как бы это вообще это тоже важно этого тоже о горизонте о фокусе внимания если вот предыдущая работа детали москвы скорее таком фотографическом горизонте то здесь несмотря на явный горизонт здесь эта работа про фокус внимания заключается она в том что как бы ты вот опять же тот самый вопрос что показывает вообще что показывает потому что то что нам важно лично мне как фотограф как человеку наблюдателя вообще совершенно не факт и скорее всего точно совершенно не нужно не важно и вообще доплевать на это всем остальным людям да как бы в чем собственно беда туристических фоток вот этих всех альбомов бесконечных которые вам друзья показывают и вы им показываете или как бы ну то есть никому это вообще не интересно вот как бы что каждого свое есть своя камера в телефоне и своя это сама поэтому ну что-то показывать надо потому что но зато у каждого человека есть интерес к рассматриванию какого-либо объекта поэтому в общем современном искусстве полагается 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 вот это частное переводить на общее на то что есть у каждого человека понимаете вот об этом супрематизм об этом все современное искусство что вот об этом весь героизм модернизма там 50-х 60-х 70-х годов об этом кстати концептуализм вот об этом переводе как бы вашего частного в общее об этом нам джумпайк наконец да и все это вот это вот зарождающиеся и зародившиеся тогда типа медиа искусства поэтому здесь все довольно просто фокус внимания замещается на на светящуюся желательно в темноте светящуюся люминсентную трубку которая немножко бьет вам в глаза и мешает рассматривать а само изображение но как бы центр вашего внимания то на что вы смотрите исчезает за вот этим вот то есть как бы это как в телевизоре телевизор сейчас плохой пример ну хорошо в телевизоре склея в сломанном сломанный телевизор такой показывает горизонтальной линии такой ламповый знаете вот нам джумпайка это было в его инсталляциях когда так пью изображение исчезает в такую светящуюся линию склеиваясь вот эта светящаяся линия фокус вашего внимания а снимаю человек то есть я на пленочную камеру опять же не глядя на пленочную так как называется там с длинным кадром короче камера с длинным кадром снимаю я то что под ногами то что над головой потому что что под ногами важно мы стоим а это поэтично сможем смотреть не понятно что так работает как вы видите архитектурная машина да вот опять же я ни одного кадра тоже как из детали москвы кстати хочу сказать что это вообще мой конечно будет идеал таких съемок то что во первых надо ни о чем думать что приятно когда снимаешь во вторых ни одного кадра можно не выкидывать все идет в дело вот снялся 100 кадров можно 100 снял тысячу только вопрос кстати как остановиться но на это вопрос организации пространство если бы деталь не москвы завесить там фабрику кухню то было будет будет еще лучше не деталь не самара можно снимать здесь как бы так работает архитектурная машина вы скажете да действительно видите композицию они как бы сама появляются что мне очень важно что как бы вот эта вот машинность это это как бы построение образов вот каких-то она происходит автоматически вы вообще не глядите никуда вы придумывали люминесцентную трубку и очень рады этому этому о боже мой никто не придумал заместить фокус внимания на люминесцентную трубку а я придумал и клево уже вот это ваше достижение остальное автоматически но появляется то что должно появиться и то что даже ну как бы обязано появиться совпадение углов линий и всего такого скажешь что так работает конструктивизм здесь вот это конструктивизм но у меня такой съемки есть и сибирские маленькие городки куда я ездил и что-то еще у меня есть то есть там не только конструктивизм там вообще много все это одинаково работает хоть вы лес так снимите все равно будет работать то есть соединиться вверх соединяется с низом а середина склеивается в люминесцентную яркую трубку как бы в горизонт горизонт вашего фокуса вашего внимания где все исчезает и одновременно исчезает спрессовывается и начинаете излучать свет как мне казалось это довольно поэтически то есть как будто что исчезает и излучает как излучает черная дыра куда все проваливается и исчезает нам вопросы есть по этому поводу так мы так это и рассматриваем конечно потому что важное важное светлое светящиеся у каждого свое и вы имеете полное право что там достраивать понятно я хочу как бы свою волю из этого убрать каким-то образом да конечно вы совершенно правы следующая инсталляция но только сожалению там всего мало работ 5 но я мечтаю сделать ее гигантскую потому что там должен ветер дуть вы на не заметили да что фотографии все либо обрезана либо по кромсона либо дырки в них вырезаны либо дырки в них вырезаны либо что-то еще происходит он так приходится действовать то что если мы хотим от препарировать что-то а я хочу от препарировать как бы фотографический но как бы медиум да то я беру ножницы скальпили что-то там режу врезаю и как бы достигаю каких-то для себя понятно скромных результатов инсталляция сейчас несением тут несением обнимается с березой очень грустный инсталляция искать ветра в поле там она вообще планируется планирована большая но уж больно это сложно построить перегородки с вентиляторами там целая история в общем тут как бы почему искать ветра в поле тут как бы как это вопрос отдыха тут об этом написано я даже не помню что написал но видите вот как художник пишет текст вам не дает его читать бог с ним вопрос отдыха и такого как бы знаете вопрос важного я почему это придумал когда-то я работал в молодости на заводе зил конструктором давно очень сильно я работал на заводе зил конструктором молодым специалистом проектировал как бы а до этого я работал еще на заводе зил на практике в кузнечном цехе кузнечном церкви что такое правые молоты ручной труд клещи газовая печь которая заготовки греет ты усуешь в этот молот давишь на педаль с диким грохотом это все значит выковывается какая-нибудь там такая сложная штука но не сразу а постепенно в общем железные ботинки вылочный костюм козырек там каска очень такой производства противно этом месяц работал меня потрясло но там это было круто машина вот та самая машина которая производит вообще все то есть как бы кузнечный цех в каком-то смысле он такой но как бы являет из себя машину где человек служит молоту где молот служит человеку где совместное производство как бы производится это большой сторонник слова вот это машинного производства то что это фактура естественно не понимаете там была комната отдыха комната психологической разгрузки она не только там есть их вообще делают даже в тюремах это делают вообще на заводах это делают ну как бы ты заходишь такой поспитут это значит на перерыв там стоят такие кресла такие советские дерматиновые глубокие аквариум с рыбками что-то шепчет какой-то значит динамик звуки леса обязательно птички поют звуки леса ну серьезно я не я не выдумываю наклеены что фотообои которые были в моде там лес березовый фотообои а значит лес и ты такой садишься кресла у тебя птички у тебя обои ну и психологически как-то разгружаешься отдыхаешь понимаете да что происходит в это время но за стеной этой комнаты психологической разгрузки или как и называется комната отдыха такого самозомбирования да и преподание к природе происходит вот это вот машинное производство то есть работает машина мира можно так и назвать и когда вы идете в поле после этого искать ветру в поле когда вы после когда вы после этого идете в поле то естественно что вы ищете в обустройстве вселенной мира машинность машины сейчас хорошо бы птички запели из телефона какие-нибудь было бы классно вы ищете в устройстве мира машинность и машинерию эту потому что как бы что такое дует из как бы из вот этого ветра дать как бы из этого поля что дует дует вентилятор который скрыт за этим горизонтом поэтому фотохудожник делают очевидный для всех жест это как бы у меня большая коллекция полей мы с женой ходим по исследовать поля у нас вокруг дачи в нижнем новгороде семь полей у меня гигантская коллекция зимой и летом и осенью всякие поля вот так сняты тупо просто но как бы горизонт разделяет как бы изображение на две части он такой длинная на цифровую камеру я вырезал в этих изображениях напечатано на алюминии там вырезано отверстие круглые и за и за стенкой дует оттуда вентилятор то есть на вас дует ветер еще для как бы для осмысления этого вот для осмысления этого повешен они как он называется анимометр да анимометр повешен который показывает скорость этого ветра ну так на самом деле для красоты вот такие картинки искать ветра в поле это как бы наша как бы даже наша вполне понятная особенность наше вполне понятное отношение с теленной как с таким часовым механизмом понятно это как бы понятно 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 что это рассуждение вообще это знание это устаревшее знание то что вселенная устроена как часы которые надо завести который заводит господь бог они тикают и мы уже там должны отвечать за их смазку и наладку этого механизма как думают протестанты которые у нас тут есть кальвинисты и как думают там остальные религиозные люди религиозные люди такого но прогрессивного толка нам как бы вселенную страну не так но тем не менее избавиться от этого невозможно избавиться от того что ветер дует потому что качаются деревья кто-то их качает какой-то рычаг такой качает это как бы сложно да и поэтому легче видеть вентилятор помощью которого дует ветер внутри поля чем думать о каких-то более сложных вещах как бы мы так устроены как мне казалось так но в общем это про такой отдых скорее эта инсталляция но она эффективно работает видите он крутится и там на самом деле у меня вот мечта это проект не совсем закончится везде напротив денег не хватило дали денег на 5 штуках хватило больше не хватило еще этом свои доплатил но не могу у меня вот есть мечта все-таки сделать сделать большую такую выставку чтобы там было этот ветер он должен чувствоваться кожей это работает принципе то есть как бы сейчас это работает но моими рассказами как-то такими ну как бы не очень вообще когда дует ветер от хорошо фотография дырка ветер дует можно палец засунуть вас там щелкнуть вентилятором как бы нормально да но обычные офисные самые дешевые я купила там такие пластмассовые эти лопасти но они не отрубят палец я беспокоюсь большие но где же конечно да давайте вы я как готов на заводе большие промышленные вентиляторы был бы вообще бы идеально знаете такие которые вот как раз-то около печей стоят что вас не обожгло этим самым жаром спину вам дует вентилятор такой гигантский кожухе но можно конечно такой ну как же это нужно то господи никому кроме автора ну вот ну по моему здесь вопросы понятно понятно отношение с конструированием образом как он конструируется все почему мы относимся к фотографии вот так вот скажем так бездушно так же как она относится к нам бездушно следующая работа называется и пюре она мне очень нравится сейчас котел в москве будет выставлять но тоже маловато эти коробок они большие но их мало опять же по невозможности делать большие проекты называется и пюре что такое и пюре мы понимаем да да но как нет ну гаспар монш гаспар монжи всем известно проходит черчение в школе нет не проходит инженер понятно да гаспар монш который изобрел как бы вот это вот изобрели и пюре на сказать великий человек ну ладно и это не об этом и инсталляции это не по поводу монжи но он и изобрел вот этот вот язык как бы такой язык проекции что как бы каждому фотографу художнику должно быть важно короче тут то что написано видите полное описание реальности точных измерений то есть я все про реальность точные измерения и все вот эти вот вещи как работает вообще геометрия меня волнует да вот как появление геометрии почему тут гаспар монш и почему и пюре то есть больше тут связи то особо нету хотя я думаю что поизучать этого великого человека и вспомнить курс начертательной геометрии было бы неплохо всем очень полезное знание вот развивающий мозг надо чертить руками в компьютере руками желательно ну да желательно твердым карандашом вот как появляется геометрия меня тоже как бы отношение с природой вот там искать ветра в поле это такие природные стихии которая как бы на которой производится машиной да и мы в состоянии отдыха даже все равно видим за горизонтом эту машину мира которая как бы простыми доступными вентиляторами нам обеспечивают воздухопоток если как бы да и вообще дыхание понятно здесь как бы вообще вопрос появление геометрии мне дико это нравится потому что в общем но как бы в природе нету куба или там конуса или шара или круга или цилиндр уж тем более да то есть есть какие-то формы но они такие как бы обычно довольно кривенькие то есть как бы в каком-то смысле появление геометрия это такая как бы идеалистическая вещь то есть любая геометрия и математика и вот инженером это не понятно но она как бы существует в идеальном пространстве поэтому кстати у математиков довольно силен я не знаю как сейчас раньше был силен идеализм то есть это не они не изобретают математические законы открывают то есть они как бы пред существуют а об этом много книг написано да как бы и ученых и таких научно-популярных но как бы это вот интересно почему законы математики открываемые учеными описывают вдруг реальность и очень подходит для как бы наши ну как бы для физики не все но те которые не подходят описывают какую-то еще реальность скорее всего это так да появляется поэтому появляются и какие-то дополнительные измерения появляются вот эти вот как бы как бы теория узлов как который закручивается эфир потом теория струн ну то есть многие вещи которые очень любопытны даже научным поверном изложении для художников это нужно потому что мы все-таки занимаемся в каком-то смысле моделями вселенной и как бы методами поэтому здесь мне было любопытно вот это появление геометрии вот это вот идеальный из вот какой-то из какого-то природного пространства поэтому геометрия появляется тут лес на даче снимала естественно когда женой гулял тут лес мною сняты много-много-много их тоже по полной тех как фото очень жалко что я не могу сделать это побольше хотя они здоровенные теще вот такие и таки диорамы тут лес из которого выпадают в проекции видите это точная проекция я нарисовал в компьютере выпадают геометрические тела и так падают на полочку там до такой то есть как бы сперили стекло тут дырки сзади объем чтобы они как бы там самозарождались он там есть там глухая черная краска но объем чувствуется то есть как бы появляется геометрия появляются геометрические тела оставляя такие лакуны раны ткани как бы вот это до природы потому что они с ней ну как конечно совместимы но вот таким вот каким-то образом называется это и пюро а такой машинности которая на как бы находится за вот опять же немножко повторяю то что было но в другой форме а машинности его геометричности скорее даже не о машинности то что не машины еще да о геометричности а появление этих как бы как это кубоидов каких-то сам шаров там до геометрических тел самых простых и мне у меня еще была задача над которой я долго работал тут может быть видно может быть нет у меня была задача сделать это так можно более нелепым чтобы эти фигуры геометрические я очень не хотел чтобы они составляли какие-то композиции между собой поэтому я их лепил из пластилина сначала и долго примерялся чтобы они были такие знаете не убедительные но как бы чтобы они не образовывали когда они вывалились оттуда чтобы они не образовывали но композиции скажем так очень не хотелось композиции поэтому их как бы размеры чуть-чуть разные какие то они такие все ну видите да то есть как бы автор над этим работал и над этим думал сейчас секунду наверное с этим надо заканчивать ну да три такие лайтбоксы вот с такими картинками вот с такими картинками тут этим а сейчас это я не буду показывать что у нас мало времени нет нет вот это лучше вот это сейчас эти работы будут выставлены там делают музей современного искусства выставку из коллекции и как-то я так увидел мне снова понравилось они большие такие там эти фигуры белые я полировал своими руками есть такое как вот вопрос есть мне кажется тоже достаточно простое рассуждение выпадение из природного из природной плоскости заметьте что важно из плоскости леса не из объема леса не из глубины там где звери воют что-то медведь ходят и пчелы дикие роятся не из вот этой глубины живой а и из поверхности леса да потому что мы видим там краешек он такой толстенький это все вырезано за за этим лесом за этой поверхностью чернота гулкая правда немножко там есть объем но все-таки темнота и оттуда выпадают как бы из вот это вот иллюзия объема из иллюзия на природы скажем так да тоже важнее забыл сказать выпадают реальные белые такие чистые идеальные идеальные но нелепые одновременно геометрические тела понятно да еще 2 конечно ничего сложного потому что был бы я сложный был бы я сложный был бы я сложный о чем мы кстати укладываемся в два часа нормально норма следующая инсталляция у меня кстати запланирована еще одна и все нормально следующая инсталляция называется без крови выглядит она вот так вот сейчас про богданова переливание крови я ее делаю вот вот она большая вот этим я доволен тут нормальное количество 25 таких здоровенных лайкбоксов это фото из интернета а вот фото не из интернета делал я ее екатеринбурге на прошлое биеннале современного искусства какой-то редкий случай когда как-то совпало обычно меня никого не приглашают а тут как бы биеннале назывался типа бессмертие бессмертие а тут у меня раз и инсталляция параллельно случилось я придумал и сделал под названием без крови о чем это работа тут кстати сильно искажаются цвета они такие кровавые тут вот у меня они кровавые а у вас они рыжие какие-то вот это важно мигание о чем это работа работа это о поисках работа работа это о жизни кстати проектор еще довольно сильно пиксели какие-то дают ого уж простите за качество они у меня все детализированы но тут важно качество было бы потому что тут как бы важно не качество этих изображений что это такое это съемка это съемка чучел чучел вот этих вот да в зоологическом музее на инфракрасную камеру то есть я купил фотоаппарат цифровой выломал оттуда фильтр защищающий матрицу от инфракрасных лучей навинтил такое черное стекло фильтр не помню сколько нанометров там ну такой самый плотный инфракрасный фильтр и снимал значит и снимал на зоологическом музее чучело с какой целью инфракрасная камера как мы знаем тепловизор и вот эта вся штука она как бы очень жаль что качество такое потому что там еще знаете тут еще вот что важно что у этих картинок у них такое довольно странное качество они вот здесь чуть-чуть видно потому что матрица начинает сходить с ума вот эта вот цифровая выдержка длинная на матрицу рушится вот это тепло какое-то на которое оно не рассчитано она дает такой шум такой невероятно сильный который напоминает шум таких камер наблюдения или чего-то такого технического или такого серого плохого то есть в общем эти изображения одновременно качественные и некачественные они такие вместе качественные и качественные что часто помогает как бы современному художнику выкрутиться но я это придумал специально вот ну как бы поиски жизни это очень важно да кровь чего нет зоологическом музее в музее скажите мне на все остальное есть кости внутренности заспиртованности черепа кожа шкура чечела да вот это все есть все вообще есть кроме крови никто там не показывает банки с кровью вы ни разу этого не видели понимаете а почему потому что зоологический музей он такой как бы ну он как бы безжизненный на самом деле ну как бы чучело таксидермист делает как бы вечность не вот безжизненное что это плохо это не вообще совсем не плохо ленин музей это неплохо да это вечное тело развивающиеся по своим законам во времени видоизменяющиеся да но на живущее не по законам жизни а живущее я имею ввиду тело ленина а живущее по законам такой как бы полусмерти полю жизни по заветам как раз то биолога паули камерера питается как бы мертвы питается живым чтобы развиваться то есть находится в динамическом таком состоянии здесь как бы кровь поэтому как бы вот музей зоологического у него не по непоятному как теятле и не перескочил чучело это разные вещи ленин живой как мы знаем а чучело нет это как бы такое как бы послание вечность надо затормолить остановить вот это вот как бы развитие жизненные в том числе взросление старение смерть выключить как бы с помощью музеи фикации и музей в этом смысле вот если не был музей ленина бывшим мне очень понравилось там как раз то вот это все пока еще видно вот это вот вся попытка наслоить на ленинский мемориал там такие нашлепки в виде еще какой-то музейности они все равно как бы пока не затормозили вот эту вечность которой погружен владимир ильич ленин с помощью вот этих ужасных таких как бы ужасных архитектурных сооружений здесь как бы да и поэтому крови нет выключена вся эта жизнь но какие-то следы в общем-то я очень хотел чтобы они оставались и мечтал их найти но так это его я в тексте написал на самом деле не мечтал поэтому это съемка на инфракрасную камеру она проводилась как бы в целях поиска жизни фазологического музея остатков жизни вот этого сокращения биения живого вещества какой-то в крови в плазме вот во всем этом таком да как бы такой типа ну автоматический процесс вот мы сегодня говорим об автоматическом конструирование образов все вот это придумано в том числе и придумано красное она здесь не очень красная вот тут у меня красная потому что это красная это то красное который дает просто вот тупо эту матрицу из которой все выломано и навинчен этот этот фильтр и ничего вот обрабатывать не нужно и выключать какие-либо цвета а просто вот красная фотка получается если все любят снимать на инфракрасную пленку там лес какой-нибудь зеленый становится белым ну такая художественность там обычно это черно-белое потом это убирается я ничего не убираю я все оставляю в том числе вот этот тепловой шум это качество получается такие страшные картинки короче они вот такие что я рассказываю проще показать очень мне они нравятся надо сказать я потом я объездил вообще очень много музеев ну как много два пока у меня освоено полностью это московский зоологический музей и очень хороший ленинградский питерский поеду в казань чтобы доделать проект мне нужно тоже много этих картинок поеду в казань там отличный зоологический университетский музей вот ну я не взял с собой а большой ну мне нужен такой старинный еще ну в общем короче получаются такие lightbox с вот этим как бы красными картинками в поисках крови и без крови понятно да и вот еще что я там сделал вон там вот висит электронный блок такой релейный конструировали каждый lightbox протянут провод туда вставлена люминесцентная трубка такая вот ну как бы как накаливание а вот как у меня там но традиционная которая загорается так знаете а потом загорается с помощью стартера и этого и дросселя электронный блок запрограммированный и каждая из этих lightbox в какое-то через какое-то довольно большое время так и иногда под это сам маргивает ну как-то лампа потухает загорается разгорается загорается ну то есть это все за доли секунды понятно но так они так иногда вот мигают потому что как будто судорога вот этого поиска жизни какой-то полу жизни вот в этом чулчеле которое лишило конечно внутренней сложности там ничего нет дипс на который натянута шкура да понятно но все равно хочется найти и это как в принципе есть как мне кажется потому что я создал себе такую иллюзию хочу создать иллюзию публики такую уже с помощью страшных картинок 25 lightbox такая линия мне очень понравилось это пространство это был такой коридор заводской там эти черные lightbox большие они такие тоже такие вот как бы изображения но только здесь пиксели дают ваш проектор трогательно и это не то же самое чем навинтить красный фильтр на камеру и снять так не получится вот как-то по-другому получается ну такие вот как бы изображение чучела слоник что-то такое трогательная сценка ну вот и как бы одновременно бессмертие понятно да как бы вот просто ложится в тему бессмертия сильно и одновременно конечно это такой еще знаете как бы русский космизм автоматически получающийся там есть допустим мы знаем наверное читали такой философ богданов почитал богданов ну знаете ну работа ленина империализм и империокритицизм написано как раз против империокритицизма но как бы который излагал философ партии ну потом отвергнутые партии богданов он был великим ученым исследователем конечно революционером большевиком и почему его причисляют русским космистам потому что потому что он занимался вопросами продления жизни вот этим вот империуманизмом да это философия маха такого философа который и математик был и физик и философ который доказывал много чего доказывал то есть спор шел у ленина вот опять ленина всплывает сегодня спор шел у ленина вообще о существовании объективной реальности что нам художникам очень любопытно как она существует вот та самая объективная реальность ну как бы исчезает мир когда я закрываю это как вечный вопрос понятно да и для чего в лесу деревья качаются и луна смотрит на мышь ой на мышь мышь смотрит на луну луна наверное на мышь и богданов был главой института переливания крови он до сих пор по-моему так называется имени богданова то есть как бы в годы советской власти победивший отошел политической деятельности занимался наукой надо сказать погиб как герой потому что перелил себе кровь больного ой перелил себе кровь больного туприкулезом по-моему юноше студента а ему отдал свою кровь и как бы юноша выздоровел а богданов помер потому что понятно что наука была в значительном развитии никто не имел представления там как бы о там резус-факторах каких-то вещах таких то есть как бы все шли на поводу вот этого идеализма такого философского потому что русский космизм ну мы знаем что это такое и на этом паразитируют очень многие художники и спекулируют вернее они паразитируют спекуляции в художественном процессе дело хорошее спекулируют многие художники Арсений Жиляев там видокли ну какие то еще персонажи все к этому русскому космизму короче как-то прикладываются потому что у нас нет другой философии как русского космизма которую можно там показывать которая поддается этому показыванию а русский космизм и это круто Циолковский с бородой вот это все Федоров библиотекарь да музей будущего дело отцов оживление то есть как бы воскрешение то есть это такая чудовищная ересь конечно да потому что мы не будем полагаться на господу бога а воскресим наших отцов заметьте не женщин и отправимся все на далекие планеты потому что места на земле не будет для того чтобы воскресших покойников здесь как бы заселить ну то есть какая то такая но тем не менее богданов институт крови русский космизм поиски жизни тепло вот это биение какого то судороги жизни это очень меня беспокоило и очень подошло для собственно проекта для биеннале который назывался бессмертие ну чем я очень доволен вот такая инсталляция да причем когда я это придумал я вообще мало думал про этого богданова он откуда-то сам всплыл понимаете это доказывает довольно простую вещь что ну мы как бы зависим от ситуации если на этой территории на этой прости господи хоть так нельзя говорить почве еще тут кровь переплетается что вообще нельзя говорить да потому что фашизм такой на этой территории как бы есть такого рода ценности типа крови какой-то вот этой каких-то таких поисков то они тебя найдут настигнут из фактуры из разрушенного дома выпрыгнет из какого-то вот этой вот дырки в асфальте получите как бы свои впечатления что довольно интересно мне кажется интересно жить богданова кстати еще была но кстати великий еще и ученый в том что он еще выдумал всеобщую организационную науку которая должна была помогать управлять пролетариату производством жизнью да и он как бы был еще сторонником обменного переливания крови чтобы создать единый пролетарский вообще организм будущего все должны обмениваться кровью что довольно тоже зловеще искусство любит зловещее и привлекательное то есть искусство любит простое и привлекательное ну вот собственно на этом на простом и привлекательном могу закончить свою речь если есть вопросы я с удовольствием на них отвечу покажем собачку это не собачка диена слоника покажем вот сегодня все про это ностальгия и имеет ли место быть ностальгия в будущем по тем людям которые сейчас интересно ну мне это я не знаю я не могу предсказать потом дух ностальгии какой у меня вот нет ностальгии ни малейшей ну просто ее нет ну может быть в силу возраста конечно понятно когда я был моложе как бы все кажется лучше трава была зеленее и любовь случалась на каждом шагу ну условно говоря у меня не случалось но тем не менее а ностальгия сейчас ностальгия не знаю понимаете может быть вы путаете тут в каком-то смысле что молодым людям интересно реконструировать как бы то что было раньше но как бы тем более художникам да и они этим озабочены часто но как бы ведь это же извечный вопрос что было когда меня не было что будет когда меня не будет вот художники этим занимаются поэтому мы часто принимаем за ностальгию какие-то попытки молодых художников кстати вполне себе похвальное с моей точки зрения реконструировать как бы прошлое назначив ему какой-то чуть-чуть другой смысл они имеют на это право потому что человек то есть история не совсем наука и художник человек имеет право на любые трактовки прошлого в том числе и на реконструкции разные веселые и вот эти реконструкции да они дают нам ну какую-то почву для ну для каких-то еще новых моделей потому что если исходить из множественности миров скажем так то может быть эти модели существуют где-то рядом те которые как бы реконструкциями ну как бы вот этим реконструкциями занимаются молодые современные художники ну это сейчас такая есть такая штука я мне кажется она довольно похвально то есть вот грубо в начале вы показывали свою работу относительно взглядов на прошлое и взглядов в будущее на прошлое ну да 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 смотрим в будущее грубо говоря что касается ностальгии да все же мы живем как бы в одном пространстве вот группа тоже конструктивизм вот эти вот советские побывали просто несколько дней назад мы были по городу ночью как раз 116 километров вот этот конструктивизм вот это вот военные постройки бараки и мы все это воспринимаем да это было людей здесь они узнают это изображение это как бы не то чтобы код не код сказать но это очень узнаваемо и возможно мы наделяем это каким-то смыслом да мы понимаем эту статику и напрягу но потому что это как раз так поговорить мы наделяем каким-то смыслом да да я так и говорю это часть нашей личности ну да но ностальгия это что-то чувственное а если мы говорим об эстетике то конструктивистские формы простые ясные действенные они впиваются в сознание в мозг но смотреть на угол конструктивистского дома вот угол такой стоит перед тобой это очень полезно очищает разум с другой стороны мы понимаем что это как бы тоталитарный гипноз и как бы ностальгировать по этому тоже глупо потому что то что мы идеализируем смотря вот на этот угол да как или на закруглении бани там никольского и это тоже как бы не вот какая-то ну идеально совершенная форма это наше воображение как бы наделяет это таким смыслом и тем более что это вещи художественные а это вообще-то опасно потому что я уже сказал что авангардисты художники архитекторы они как бы видоизменяют мир под себя лично потому что они герои именно поэтому они и авангардисты поэтому они очень властные да но как бы сейчас этого нет но какой из художника хочет получить власть ее получают да никто а в начале советской власти когда произошел слом всех эстетических и политических систем но как на какое-то время получил власть супрематисты да и производственники и все это было и пхутэмаз был и генхук был и штамповали молодых художников и как бы с целью просто изменить всю как бы не только визуальность а еще и смысл вселенной авангардисты замахиваются на на вселенную на смысл да ну как